Итак, всем доброго времени суток, дорогие друзья, и сегодня у нас очередное видео сектантов, любителей задавать глупые вопросы. Да, сейчас мы начнём у нас с первого письмеца, посмотрим, кто нам там пишет, да? Так, нам пишет Русик, Руслан. Итак, он у нас спрашивает, скажите, пожалуйста, вот, например, я потребляю 2000 калорий в сутки, если я буду потреблять 2200 калорий, на сколько будет прибавляться вес каждый день? Одна калория сколько весит? Ну, во-первых, Руслан, одна калория весит настолько мало, что она, можно сказать, что почти ничего не весит. Молекулярные там весы мы вдаваться не будем, потому что, ну, это просто ни о чём. Вот, и 2200 калорий это мало, ты ничего не наберёшь. Так что есть нужно гораздо больше, и 3000 бывает даже мало, и я рекомендую обычно минимум 4000 калорий в сутки съедать, чтобы нормально набирать вес. Это касается абсолютно всех, принимают витамины, не принимают витамины, неважно. Чем больше калорий, тем больше став. Вот такие вот делишки. Так, что у нас там дальше? Так, пишет нам Данил. Трибулус это анаболический стероид, и что будет, если его перестать принимать? Во-первых, трибулус это не анаболический стероид, это пищевая добавка. И, как уже показали многие исследования, трибулус он как бы, в принципе, не рабочий. И как и на что он там влияет, досконально неизвестно, потому что он, в принципе, на уровень тестостерона вообще никак не влияет. На уровень ганадотропина, соответственно, тоже не влияет, а ганадотропин напрямую связан с выработкой тестостерона. Вот, и откуда они вообще такое берут, что, блин, трибулус это стероид, это вообще какой-то беспредел прямо, вот, качковский. Так что это не стероид, ПКТ после него делать не нужно, и он, в принципе, как бы особой пользы не несет. Раньше его употребляли на КУН, на этих самых, на ПКТ после курса, вот. Ну, я сейчас рекомендую после курса принимать не трибулус, а кламид, да, кламид или цинк. Вот это вот две, две штуки, которые реально работают. Все остальное в топку. Так, смотрим, что там у нас дальше. Нам пишет Азим, помогите уточнить по спортивному питанию, который не повредит на потенцию и быстрый качественный результат. Спасибо. Сразу видно, что не наш. Ну, во-первых, спортивное питание на потенцию повлиять не может. Это, блин, очередной разряд из, вернее, очередной вопрос из разряда сверхъестественного. Вот, наслушаются, начитаются в интернете всякой гадости. Может, еще дома какой-то груз устроят, по ушам поездят. В общем, очень недалекие люди. И спортивное питание никак вообще на потенцию не влияет. И, в основном, это бады, добавки. То есть, эффективные препараты из спортивного питания для набора массы. Это креатин. Что там еще? Опять же, тот же цинк. Вот. Там их, короче, целая куча. Перечислять все не буду, блин. То есть, тот, кто ищет, тот найдет. Ну, а также здесь стоит использовать тот же гейнер, допустим. Ну, гейнер – это как бы, ну, просто углеводы, калории, да. Для чего он вообще нужен? Это для увеличения общего числа калорий в вашем рационе. То есть, помимо пищи основной, то есть, употребляешь еще гейнер. Гейнер съесть гораздо легче. Его просто выпил и все. То есть, 400 калорий можно 100 грамм размешал, одним махом жахнуть и, в общем-то, нормально. Вот. Это отличное дополнение к общей калорийности вашего рациона. Вот так вот массу набирают. Так, следующий у нас. Опять Азим пишет. Ага. Какое спортивное, получаемое, качественное. А, опять Азим пишет. И он нас снова спрашивает. Опять то же самое. Какие спортивное питание не вредно на потенцию и быстрокачественные результаты. Я просто, когда занимаюсь, очень быстро устаю. Сил не хватает. Сил не хватает ему. Короче, чеши Азим в аптеку. Бери себе рибоксин. Милдранат бери. Вот. Опять же, тот же креатин. Л-карнитин. А, л-карнитин, в принципе, лучше не надо, потому что, как бы, он не особо контактит с милдранатом. Дело в том, что милдоний, он понижает выработку л-карнитина. Это известно. Вот. Но неизвестен обратный эффект. Как карнитин влияет на милдоний. Об этом нигде, к сожалению, информации нет. Так что, на всякий случай, при применении милдония, л-карнитин исключаем. И наоборот, если принимаем л-карнитин, то милдоний исключаем. Вот так вот, собственно. Так что, вот такие у нас сегодня глупенькие вопросы были. Надеюсь, я кому-то, может, что-то помог, отвечая на них. Так что, всем спасибо. Подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем видео, задаем вопросы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok